Господи, наши сердца взволнованы тем, что мы можем довериться Тебе, принять от Тебя. Мы молимся, чтобы Дух Твой накормил стадо, чтобы Твой Дух посетил нас в наши дни, Господи, в эти дни. Мы молимся за жен, за пасторов, людей в дороге, сюда, на конвенцию. Молимся за Лэм Кон в Перу, за ответы на глубокие раны и надежды, нужды. За вопросы, которые получили бы ответ Святым Духом, за терпение и утешение, за наших детей, за восьмиклассников, переходящих в старшие классы, за каждого ребенка, за каждого подростка, за каждого родителя. Поговори с нашими сердцами сегодня. Во имя Христа. Аминь. Аминь. Замечательно. Постановка была прекрасной. Родители приходят. Благодарю вас за поддержку молодых людей, поддержку школы, поддержку церкви. Я увидел пастора Мэнни. Вон там, также Молли. Мэнни из Филиппин. Рады, что вы с нами. У меня короткая проповедь, но очень важная. После собрания наши восьмиклассники пойдут на свой вечер сегодня. Вот наш стих. Первое послание Петра, пятая глава. «Облекитесь смиренно мудрием». Первое послание Петра, пятая глава. Стих пятый. Прочтем вместе, пожалуйста. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Подчиняйтесь друг другу, облекитесь смирением. Интересно, как часто бывает, что мы смиренны, а затем становимся гордыми, и потом снова смиренны. Как вы думаете? Возможно, это происходит так. Вы смиренны, а затем нечто происходит в вашей душе, в моей душе, и мы становимся гордыми, а потом мы каким-то образом исправляемся. И мы снова смиренны. Мы прочтем с вами два места в Ветхом Завете, где такое происходит. Вторая книга «Паралипоминон», 26 глава. «Давайте поставим таймер на мою проповедь. Это будет все по сути и так важно». Вторая «Паралипоминон», 26 глава, 16 стих. «Но когда он сделался силен, кто? Озия. Кто такой Озия? Царь иудейский, хороший царь. Он был великим царем. Озия был благочестивым царем, но когда он стал сильным, давайте снова прочтем стих 16. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель, и он сделался преступником перед Господом Богом Своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильна». Что с ним произошло? Почему так случилось, что когда он стал сильным, его сердце возгордилось? Как часто в жизни мы видим и слышим сообщения о нас, что мы продвигаемся вперед и гордимся? Аппетит говорит, «Дай волю своим чувствам, наслаждайся». Как часто мы слышали такое. Это не неправильно. В нашей культуре есть много побуждающих предложений. Образование говорит, «Имей широкий кругозор, расширяй себя». Материализм говорит, «Удовлетвори себя, получи удовольствие». Психология говорит, «Будь уверенна, воплощай себя». Гордыня говорит, «Будь лучше всех, продвигай себя». Гуманизм говорит, «Будь способным, верь в себя». Мы слышим это постоянно и говорим, «Пастор, ну, конечно же, да, аминь, так должно быть, уверенность, сила, наслаждение». Это для вас, наслаждайтесь и получайте. Но Бог говорит вот что, и это замечательная весть. «Будьте мудры, смирите себя, подчините себя, подчинитесь Богу. Не просто будьте смиренны и будьте никем, но будьте смиренны и никем перед Богом. И Бог исполнит вас и удовлетворит вас. Нам обетован Святой Дух, чтобы мы обнаружили новую жизнь, но не сами и не для нас самих, но чтобы мы нашли ее через Христа, который был таким смиренным. Он такой смиренный. Он всегда угождал Отцу и не хотел ничего другого, но только того, что прославляло бы Его Отца. Царь Озия – пример верующего. Когда он стал сильным, его сердце возгордилось. Возможно, он сказал, «Я царь! Я способен! Я могу войти в храм, даже несмотря на то, что это позволительно только священникам! Я царь! Я войду куда угодно, потому что я царь!» Когда он вошел туда, у него на лбу появилась проказа. Почему проказа выступила на лбу? Мы знаем, что проказа в Библии – это болезнь. И она сообщает, что там нечисто, что человек грешен. Она появилась у него на лбу, то есть его ум был поражен гордыней. Это мы видим сегодня в нашей культуре. Мы видим, как мужчина, один из известных людей, изменяет свой пол. И теперь он будет продвигаться в нашем обществе, даже несмотря на то, что доктор Макью, психиатр больницы Хопкинса, говорит, что это умственное заболевание. Человек с умственным заболеванием будет продвигаем в нашей стране. Он будет в почтении. Его будут считать героем. «Хорошо, замечательно. Пусть так будет». Это мир Бога, не мой и не ваш. Бог позволил нам учиться нашим смирениям. Давайте здесь остановимся на минуту. У вас есть смирение, и там происходит удовлетворение от Бога. Потому что он говорит, «Я противлюсь гордым, но смиренным я даю благодать». Какой замечательный урок. Если человек на земле смирен перед Богом, то Бог дает ему больше благодати, больше благословений. Силу Святого Духа, понимание, озарение, ободрение, удовлетворение. Но гордым я противлюсь. Я заставлю гордых двигаться по кругу. Они будут бегать по маленькому дому, бегать по кругу и проведут всю свою жизнь в погоне за щитой. Потому что я Бог. Я не могу почтить гордыню. Я не благоволю гордыню. Это противоречит моей природе. Бог говорит, «Облекитесь смирением». Прочтем еще один отрывок. Вторая книга Параллипоменон, 32 глава. Царь Языкия. Обычно, когда мы читаем о Языкии в 4 книге Царства, там все говорится достойное почтение. Языкия – Божий человек. Языкия – благочестивый царь. Но во второй книге Параллипоменон мы читаем небольшое предложение, которого нет в 4 книге Царств. Вот оно. Вторая Параллипоменон, 32 глава, 24 стих. В те дни заболел Языкия смертельно. И помолился Господу. И он услышал его и дал ему знамение. Помните это знамение, солнце возвратилось на 10 ступеней? Помните исцеление Языкия? Помните, Бог сказал Языкия, «Я дам тебе еще 15 лет». Это был удивительный дар для царя. Но что произошло в жизни Языкия? Вот оно, небольшое предложение, стих 25. «Но не воздал Языкия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Стих 26, хорошая весть, но как смирился Языкия в гордости сердца своего? Что произошло? Возможно, то же самое, что происходит с нами. Есть смирение и есть ответ. Божье благословение. Затем происходит удивительная работа моей греховной природы, которая подвигает меня в гордыню. Поймите, я не говорю это, чтобы осудить нас, но чтобы наставить нас, проинформировать нас о том, что у нас есть постоянная ссылка на этот принцип. Что, возможно, причина моего раздражения в том, что в моем сердце гордыня. Я думаю, что это хорошая реакция, и она от Бога. У Христа ее было много. Христос был очень смирен, но у Него было также благочестивое отношение и совершенство с Небесным Отцом. Так что, когда мы видим гнев Христа, то в действительности мы видим Божий гнев. Когда мы видим, что Христос серьезен, то мы видим, что Бог серьезен. И в этом нет никакого сомнения. Но не всегда так происходит в моей жизни. Когда я выражаю гнев, он может корениться в моей собственной заинтересованности и в гордыне моего сердца. Когда я в общении с моими сестрами и братьями, и у меня очень мало терпения в отношении к другим людям или к тому, что они говорят, как они чувствуют, то причина может быть в том, что я слишком устал. А может быть, что я в замешательстве. Возможно, я обеспокоен. Возможно, я просто живу в своем характере. Возможно, это для меня указатель, послушай, моя жизнь. Я вижу вещи, находящиеся в моей жизни, и мы позволяем себе быть людьми. В то же самое время есть вещи, которые происходят в наших сердцах, в нашем размышлении, в нашей реакции, в нашей негативности, в нашем неверии, в наших страхах, в наших практических жизнях. И Господь хотел напомнить нам сегодня, что царь Езекия смирил себя. Озия также смирил себя. Из-за своей проказы он жил снаружи. Он был прокаженным и был царем. Кто-то еще должен был следить за исполнением обязанностей, так что его гордыня стала подобна червю, поедавшему его изнутри. У Бога есть нечто очень хорошее, что он желает сказать нам об Озии, потому что его благодать больше, чем наше падение, больше, чем наш грех. Позвольте, я прочту в завершении несколько выдержек. Джордж Миллер сказал, «Был такой день, когда я умер, полностью умер. Мое мнение, предпочтения, вкусы и воля умерли для мира. Для его одобрения или ограничения я умер в отношении порицания даже моих братьев и друзей, и с тех пор я начал показывать себя как человеком, одобряемым только Богом. Я хочу Бога. Я хочу, чтобы Бог благословил мою жизнь. Я хочу Бога в моей жизни. Не того, что говорят люди или что они делают или не делают. Наши жизни должны быть больше людей. А вот заметка миссионера в Китае об истории двух женщин в Шанхае, обсуждавших тему гордыни. Я начал задумываться, испытывал ли Хадсон Тейлор искушение гордости из-за своих многочисленных достижений. Одна из женщин спросила жену Тейлора, Марию, Мария обещала ей, что узнают. Когда миссис Тейлор спросила мужа, испытывал ли он когда-либо гордость, он удивился. Гордость от чего? От всех дел, которые ты сделал, сказала его жена. Тейлор ответил, а я и не знал, что я что-то сделал. Один молодой проповедник хотел стать таким, как Фредерик Мейер, и спросил, как он может стать когда-то таким же влиятельным и известным, как доктор Майер. Доктор Майер ответил, не трать времени на ожидания, когда представятся большие возможности. Это может и не произойти, но верно управляйся с малым, что всегда требует твоего внимания. когда Христос пришел, Евангелие от Марка 10 глава, Он сказал, я не пришел для того, чтобы мне служили, я пришел, чтобы служить. Один пастор сказал мне, я никогда бы не смог жить в Балтиморе, я не хочу жить в Балтиморе, я сельский человек. Я размышлял над словами пастора и пришел к выводу, что это было странное умозаключение. Я не думаю, что когда Христос пришел с небес на землю, имел какое-либо право сказать, я не хочу отправляться на землю, я хочу жить на небесах. Вот мой выбор. Я имею в виду, Христос отдал свою жизнь Богу, и Бог дал Христу царство. А как у нас? Если я живу в городе, замечательно. Если я живу в селе, прекрасно. Если я живу в Венгрии, замечательно. Если я живу в Гане, замечательно. Это дело Бога. Кто мои друзья? У меня нет друзей вот таких. У меня друзья вот какие. И я не знал, что у меня есть какой-либо выбор в избрании моих друзей. Я думал, что мы для того, чтобы полагать наши жизни для братьев. Существуют небольшие указатели о моей гордыне, а не в том, что я говорю или думаю о церкви. Вы что, критик? Судья церкви? Я и не знал, что Бог спрашивает моего мнения, о его путях, о его людях, о том, что он делает. Я думаю, что мы должны быть одеты в смирение. Правда? Да. Как же это работает? Я хочу завершить. Это будет минута. Следуйте за мною. Как это работает? Вот человек, вот чему он подчинен. Насколько он смирен. Легко сидеть у себя дома и говорить, я смирен. Легко включить телевизор и сказать, я смирен. Легко взять от жены сэндвич и сказать, я смирен. Мыть посуду на кухне и говорить, я смирен, я слуга. Очень легко делать такое, потому что я контролирую, я отвечаю за это. Гордыня – невероятное событие, которое происходит в каждом сердце здесь, в аудитории. Наша страна, наша культура продвигают право на гордыню. У меня есть право быть гордым. Я важный человек. Вселенная вращается вокруг меня. Мои желания, мои планы, мои успехи, моя жизнь. Я живу только один раз, и я получу это, я приложу все усилия, чтобы я смог. Никто не говорит о том, чтобы полагать жизнь, страдать, жертвовать, умереть, быть в подчинении, говорить, у меня нет права на это. Я отдаю мои права Богу. Пусть Бог решит для меня. Пусть Бог благословит меня. Пусть Бог продвинет меня. Пусть Бог ободрит меня. Пусть Бог исполнит меня. Даст мне мудрость. Использует меня. Пусть Бог почтит меня. Благословит меня. Бог положит на меня свою руку. Бог продвинет меня. Пусть Бог обещает мне. И Бог будет содержанием моей жизни вместо глупости гордыни. Удивительно. Как насчет того, что верующий говорит, я в это не верю, но я верю в это, в то, таково мнение мое. Я знаю, что Библия говорит вот так, но я верю вот как. Я верю. Это гордыня. Когда верующий говорит, вот как я делаю, вот какой я, вот чего я хочу, вот как я живу. Я говорю, хорошо, но этот мир не твой. Это мир Бога. Ты ответишь Богу. И в этой жизни это Бог есть тот, кто решает за тебя о том, что у тебя есть или чего. У тебя нет. Удивительно. Что же это за принципы? Первое. Мы должны быть подчинены Богу. Второе. Подчинены тому, что Бог говорит. И третье. Подчинены Его людям, в любви, настоящим людям. Легко провозглашать. Мы мир. Скажите, возьмите за руки. Мы любим мир. И вдруг, Эдди? Я не буду разговаривать с Эдди, но я буду петь о мире и о нас, о любви. И о том, кто мы. И о том, что мы велики. Мы мир. Но парень напротив меня. Никогда не буду разговаривать с ним. Никаких взаимоотношений с ним. Я не прощу его. Его нет в моей жизни. Но мир, идеал, это легко. Но Христос пришел в реальность, чтобы я мог сказать, Эдди, я люблю тебя, ты мой брат. Проявить заботу о нем или же не говорить и прийти к некоторому выводу, но просто спокойно в моем сердце заботиться об Эдди и молиться за Эдди, потому что мы обличены смирением. У нас нет никакого права жить в той надменности, которая так распространена. Поэтому мы не только смотрим служение по интернету, сидя на диване в своем доме, но мы встаем с дивана, садимся в свою старенькую машину, тарахтим в церковь, появляемся как настоящие люди с настоящими лицами и говорим, здравствуйте, вот я. У меня не все так уж хорошо, но здравствуйте, вот я. Я смиряю себя под крепкую руку Бога, я прихожу по вере, я верю, что Бог будет содержанием моей жизни, и в конце дня я увижу Бога в моей жизни, потому что я не оставляю собрания, частью которого я являюсь в его плане. Итак, давайте завершим. Знаете, что происходит? Вы не сможете объяснить это. Люди говорили мне об этом на протяжении многих лет. Как вы это сделали? Ко мне пришел мой сосед, я едва знал его. Он спросил, как вы это делаете? Я спросил, делаю что? Он ответил, вы носите мусорные контейнеры на улицу, и вы такой счастливый. Как вы это делаете? Я не знаю, о чем он говорит. К вам будут приходить люди и спрашивать, как же это получается? Как это случилось? И мы отвечаем, да мы не знаем всей истории. Я не понимаю, о чем вы говорите. Но вот что я говорю, и я надеюсь, что вы понимаете меня сегодня. Мы заражены миром гордыни. Это и снаружи, и внутри. И я хочу сказать, по Божьей благодати, облекитесь в смирение. Это важно. Аминь. Помолитесь, пожалуйста, со мной. Отец, ты слышишь крик заключенного, потому что заключенный сокрушен и смирен. Господи, посети смиренных и почти их своим присутствием. Один день в доме Господнем лучше, чем 10 тысяч в шатрах нечестивых. Один день, одно посещение Господа, и мы хорошие. Мы исцелены, благословлены, умственно здоровы. Мы ободрены, мотивированы в наших сердцах. Мы вкусили духовную пищу. Господи, благодарим Тебя. Посети этих людей и услышь молитву каждого из нас. Да, в некоторые дни будет великое смирение, следование и доверие, но затем может наступить период гордыни, когда кажется, что Ты оставил нас, а также, что Ты испытываешь нас. Но, Господи, посмотри, нет ли какого злого пути у нас. Веди нас путем вечной жизни. Возможно, здесь есть человек, у которого нет Христа сегодня. Это Ваш день. Вы должны принять решение. Вы не можете просто приходить в церковь, не можете быть просто слушателем, наблюдателем. Я встречал таких людей на протяжении многих лет. Вы не можете быть просто вот таким, «О, это так хорошо, мне это нравится, мне нравится то». Нет, Вы должны в Вашем сердце услышать, что Бог говорит Вам и решить, «Я буду доверять Христу лично». Сделайте это сегодня. Скажите «Да» Иисусу по вере. «Да» Иисусу. И затем просто поднимите руку здесь, в зале. Помощники передадут Вам буклет. Есть ли кто, принимающий Христа? Есть ли кто? Он рука в конце зала. «Благодарю Вас, благослови Вас, Бог». Да, это важно. Да, это все. Это бесконечно драгоценно. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Господи. Во имя Иисуса. Аминь.